Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, ваш клинический психолог-нутрициолог. И сегодня у нас тема «Спорт, невроз и как с этим быть». Невроз и спорт. Как это совмещается, либо не совмещается, и что с этим делать? Во-первых, тебе нужно понять, что при помощи спорта свой невроз ты не решишь. Ответ простой. Спорт нужен для того, чтобы ты был или была просто активным и хорошо себя чувствовал. Меньше занятий физкультура, больше проблем со здоровьем. Больше занятий физкультуры, много ее для тебя, тоже есть проблемы со здоровьем. Поэтому ты должен тетрировать. Но никак спорт и твое состояние невроза не связаны. Ты не должен и не должна решать свой вопрос невроза через спортивную нагрузку. Изначально ты должен решать этот вопрос через психотерапию и работу совершенно с другими областями. Спортом и физическими нагрузками надо заниматься, чтобы быть просто здоровым и активным. И это должно помогать мышцам. А если уж вы столкнулись, ну вот долго столкнулись, например, в практике с тревожным расстройством, с ОКР, с обсессиями, компульсиями, то регулярная физическая активность является вспомогательным методом, который вам необходим. И это вам поможет. Но это не волшебная таблетка от невроза. В целом регулярные занятия физкультурой полезны для любого живого человека. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, стимуляция иммунитета, укрепление организма. При моих любимых тревожных расстройствах занятия спортом, И речь идет вот сейчас о кардионагрузках, когда в результате тело просто потеет. Будет снижаться уровень тревоги в теле за счет сжигания адреналина и кортизола в мышцах, вырабатывающихся при стрессе. Хорошо подругившихся будет улучшаться сон. При регулярных занятиях вырабатываются гормоны удовольствия. Ты просто кайфуешь не от того, что ты пьешь кофе, не от того, что ты съедаешь шоколадку, а от того, что ты потрудился своим телом. И ведь это реально классно и работает. Сама тренировка своего рода mindfulness, когда ты медитируешь, и ты можешь реально в эти моменты просто почувствовать классные ощущения. Важно не очаровываться, что занимаясь физическими нагрузками и упражнениями я поборю тревожное расстройство. Нет, это не про это. Важно после тренировки ваше мышление о том, что о, какой я молодец, я сейчас себе помог. И это дополнительный важный элемент. В результате в мышцах накапливается больше адреналина и кортизола и формируется мышечный панцирь. И если ты постоянно грузишь свое тревожное расстройство именно тренировками. Поэтому физические упражнения это работа с телом, но важно понимать, что это работа со следствием. А мышление тревожно-мнительный тип, мышление тревожность это не решает. И на еще один вопрос я готова сегодня ответить. Кофе и невроз. Как способствует кофе состоянию невроза? Если у тебя и так тревожное состояние, то ты усугубишь ситуацию. И ты кофеином простимулируешь еще один выброс адреналина. И тем самым сожжешь свой тирозин. Тем самым понизишь и так не очень активную гормональную активность. И не всегда выбранное тобой кофе действительно подходит тебе. Поэтому смотри по себе, как тебе откликается. Некоторым людям это помогает расслабиться. А ты посмотри, как работает с тобой. Надеюсь, это видео было для тебя, как всегда, максимально полезным. Что я попрошу сейчас сделать? Я попрошу тебя поставить лайк и написать, как ты справлялся при помощи кофе или его отсутствия в твоей жизни с твоим мышлением. И что тебе помогало. Пока!